Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу День студии Светланы Кузнецовой. Сегодня в выпуске. Вице-губернатор Московской области Руслан Цаликов проверил готовность избирательных участков Подмосковья к выборам, которые пройдут 14 октября. В Матищинский район поступают бесплатные вакцины от гриппа. Хоккейная команда «Атлан» закончила серию неудачных игр. Подробности в материалах наших корреспондентов. Вице-губернатор Московской области Руслан Цаликов проверил готовность избирательных участков Подмосковья к предстоящим выборам. 14 октября они пройдут сразу в 15 муниципальных образованиях. Матищинцы будут выбирать главу района. Вице-губернатор посетил избирательный участок, расположенный в библиотеке имени Кедрина. Он проверил работу комплексов обработки избирательных бюллетеней и оценил оснащение участка в целом. 14 октября во многих районах Подмосковья будут выбирать глав муниципальных образований. В преддверии этого события вице-губернатор Московской области Руслан Цаликов посетил несколько избирательных участков в разных городах и оценил их готовность к выборам. В Матищинске он осмотрел участок, расположенный в Центральной библиотеке имени Кедрина. Это достаточно большой участок и к нему приписано около 2000 избирателей. Вице-губернатор проверил наличие обязательного уголка избирателей, где должны висеть плакаты со сведениями о кандидатах и памятка о правах и обязанностях голосующих. Нынешние выборы в Подмосковье будут отличаться особыми мерами, предпринятыми для соблюдения честности и прозрачности. Везде установлены видеокамеры и комплексы обработки бюллетеней или КАИБы. Руслан Цаликов лично проверил работу КАИБов. Установленный на участке электронный комплекс, оснащен звуковым устройством, при помощи которого граждане смогут правильно сложить и отправить свой бюллетень в ящик для голосования. Цаликов убедился, что нельзя опустить бюллетень не той стороной, а также невозможно вложить сразу два листа. А попробуйте два опустить бюллетень и сразу тоже. Вдруг кто-то захочет два или три опустить. Попробуйте два. Тоже он сейчас скажет. Такие умельцы говорят бывают, да? Да. Время голосования наступило. Так, для опуска эти тесты выберет. Не берет, видите, тоже не берет два. Двойной лист. Если иметь в виду процедуру голосования, то, конечно, КАИБы это очень большой шаг вперед. Во всяком случае, вы видели, я сейчас пытался, там два бюллетеня, там не берет этот умная машина. Поэтому с этой точки зрения, конечно, условия гораздо лучше для чистых выборов. И вообще, у нас само понятие чистого выбора, оно состоит из двух отдельных тем. Одна тема – это подготовка и процесс предвыборных кампаний. Вторая – это условия для голосования граждан. Вот я считаю, что во второй части мы сделали все возможное. Домытич Руслан Цаликов побывал в Химках, где предвыборная кампания кандидатов отличается особой скандальностью, чего нельзя сказать о нашем районе. Вице-губернатор высказал опасение, что это может негативно повлиять на явку избирателей. Спокойная обстановка, слава богу, здесь, поэтому и интерес не такой полученный. Когда спокойно до ночи уходить, люди уверены, что все будет нормально. Химках у нас, вы знаете, процесс на процесс, и поэтому и кандидаты такие громкие. Мы ожидаем, что здесь самые спокойные выборы будут в Мытище. Подводя итоги своей проверки, Руслан Цаликов подчеркнул, что готовность на этом Мытищинском избирательном участке достаточно высокая. Осталось только провести честные и чистые выборы. К выбору есть выборы. У граждан должно быть право прийти и обозначить своего кандидата. И мы делаем все для того, чтобы это право было реализовано. И результаты этого волеизъявления строго соответствовали тому, что заявят граждане. К другой теме. В осенне-зимний период наблюдается подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными заболеваниями, в том числе гриппом. Известны разные меры профилактики гриппа. Это использование средств народной медицины, занятие физической культурой, прием витаминов. Но самое эффективное многие специалисты все-таки считают прививку. На бесплатную прививку от гриппа могут рассчитывать работники образования, медицины, сферы обслуживания, дети 6-месячного возраста до 17 лет и пенсионеры старше 65 лет. Грипп часто влечет за собой осложнения и может привести к летальному исходу, особенно людей преклонного возраста. Для всех жителей нашего района старше 65 лет все условия для иммунизации созданы во всех лечебных учреждениях, которые расположены по месту жительства. То есть любой из этой категории может прийти и привиться бесплатно в любом лечебном учреждении. Родители нередко отказываются от введения вакцины детям, тем самым ставя их здоровье под угрозу. О необходимости прививать ребенка от гриппа и других заболеваний взрослым ежегодно рассказывают на межшкольном собрании. Собираем большую массу родителей, в которых квалифицированные специалисты из лечебной сети, наши специалисты проводят лекции, беседы с родителями, с показом, с презентациями, с примерами нашей практики, в которой мы видим, какие дети поступают в стационар. Меры по борьбе с гриппом и другими вирусными заболеваниями у каждого свои. Есть масса способов неспецифической профилактики – иммуномодулирующие препараты, средства народной медицины, закаливающие процедуры. Но многие специалисты уверены, что максимальную защиту организму обеспечит именно прививка. Я считаю, что прививка, введение вакцины от гриппа нужно. Более того, делать ее нужно уже сейчас, для того, чтобы организм мог выработать иммунитет, защиту от заболевания гриппом, потому что заболевание – это непростое. Делать прививку от гриппа нужно всем здоровым людям и тем, кто имеет какие-то особенности. В Мытищинский район уже поступило более 2000 доз вакцины «Гриппол-плюс» для детей старше 3 лет. Если ребенок не посещает детский сад, прививку можно сделать в поликлинике по месту жительства. Остальных детей при желании родителей привьют в организованном порядке в детских садах и школах. Татьяна Захарова, Александр Славин, Константин Бондаренко, ТВ Мытищи. По статистике, нарушениями слуха страдает каждый девятый человек. Помимо помощи в решении проблем, они нуждаются в общении. Представителям Мытищинского отделения Всероссийского общества глухих такую возможность подарили организаторы праздника во Дворце культуры Яуза. Всероссийское общество глухих – самое многочисленное и старейшее в нашей стране общественная организация, объединяющая инвалидов по слуху. В Мытищинском районе им оказывают всестороннюю поддержку. Достаточно много ведется работы в районе по созданию доступной среды. Все перевозчики пошли навстречу. Сейчас автобусы оснащены информационным таблом. Это очень важно, на мой взгляд, для людей, у которых есть проблемы со слухом. На мой взгляд, за последние годы достаточно много было сделано конкретных дел. Для неспособных слышать любая помощь очень важна. Всероссийское общество глухих объединяет большое количество людей. Общаясь между собой, они забывают о недуге и не чувствуют себя одинокими. Мы, конечно, очень нуждаемся в этом, правильно, в этом общении, в этом сборе. Потому что мы слушаем глазами, живем общением. У нас есть клуб, у нас есть возможность приниматься спортом. Все ходят на плавание, многие ходят на тренажерный зал, мышцы себе накачивают. И будет еще много впереди возможностей, которые мы с вами будем выполнять, посещать, проводить. Для гостей праздничного вечера подготовили необычную песню. Ее озвучили при помощи жестов. Это было самым необычным подарком. Концерт состоял в основном из танцевальных номеров. Он дал возможность слабослышащим людям и тем, кто совсем потерял слух, получить заряд положительных эмоций. Светлана Кузнецова, Максим Назаров, ТВ Матище. Начался отопительный сезон. Казалось бы, многих это должно радовать. В квартирах теперь тепло, не надо использовать радиаторы и обогревать помещение самостоятельно. А у жильцов дома номер 58 по Новоматищинскому проспекту с наступлением отопительного сезона начались специфические проблемы. В подъезде появились мошки, которые залетают в квартиры. В подвальном помещении третьего подъезда уже много лет царит сырость. И каждый раз, когда включают утопление, оттуда вылетают стаи мошек. Люди страдают не только от обилия насекомых, но и от их укусов. Понимая, что прежде всего надо привести в порядок подвал, жильцы этого подъезда неоднократно обращались в разные инстанции. Перед школой за две недели у нас засор в канализационной трубе. Причем целый день мы нюхаем, домоправление звоним, они не идут. Приходится вечером звонить в аварийку, аварийка приезжает, пробивает. Три-четыре дня у нас опять запах невозможный. Потом мы с аварийкой туда жильцы спускались. Там стоит лужа, такая приличная внизу на ступеньках. И вот эта лужа издает такой затхлый запах. Реакция на жалобы жителей парадоксальная. К ним приезжали и единственное, что делали, засыпали подвал хлоркой. После этого в подъезд вообще с трудом можно войти. Жуткий запах, а у многих еще и аллергия на хлорку. Покусали мальчика, говорит, весь красными пятнами покрылся. Сосед с утра пришел, звонил в домоправление, опять никакой реакции нет. И сегодня они побрызгали, наверное, на первом этаже, все поднялось на второй этаж. Жильцы третьего подъезда, дома номер 58 по Новомытищенскому проспекту, близки к отчаянию. Они не знают, сколько еще предстоит мучиться и подручными средствами избавляются от незваных гостей. Это не только создает жуткий дискомфорт, но и вредит здоровью. Светлана Кузнецова, Константин Химичев, ТВ «Мытища». Новости спорта. Очередной домашний матч провела хоккейная команда «Атлант». Для мытищенцев закончилась черная полоса неудач. Как наши ребята смогли одолеть «Югру» из Ханты-Мансийска, рассказывает Галина Данилова. История встреч «Атланта» с «Югрой» достаточно драматичная. В прошлом году в двух матчах мытищенские хоккеисты смогли лишь однажды пробить их ворота, да и то с буллита. Нынешняя игра началась очень напряженно. Наши игроки были собраны, и поэтому уже на третьей минуте Сандис Азалинш открывает счет. Начало за «Атлантом». Но потом мы почему-то упускаем инициативу. Если бы не наш галкипер Худобин, подмосковная команда пропустила бы в стартовом периоде по меньшей мере пять верных шайб. В середине же этих моментов гости метров семи расстреливают нашего вратаря. 1-1. Но мытищенцы просыпаются и берут реванш. Николай Лемтюгов красиво забрасывает свою седьмую шайбу в сезоне. 2-1. А под конец второго периода из жердев со стрейшего угла молниеносно откликается на поперечную передачу. 3-1. Ну а затем и Максим Майоров, будто оправдывая свое подключение в ударное звено, элегантно объезжает ханты-мансийского вратаря. 4-1. К третьему периоду гости заметно обозлины и агрессивны. На 45-й минуте швед Видель дважды подряд опаснейшим образом проверяет реакцию нашего Худобина. Но атлантовский вратарь не приступен, как скала. Жаль, что подпортила картину ошибка Яни Нискалы при игре в большинстве. Итог встречи 4-2. Прервав серию из трех поражений подряд, подмосковная дружина под руководством Яни Карлосона делит 4-6 места в западной конференции с ЦСКА и Пражским Львом. У трех клубов по 23 очка. Галина Данил, Константин Бондаренко, ТВ «Мытищи». Уважаемые телезрители, смотрите в четверг, 11 октября, прямой эфир с главой района Виктором Азаровым. Тема программы «Мытищинский район. Планы 2013». Начало в 20.00. Эфир телекомпании ТВ «Мытищи» же вы можете смотреть в режиме онлайн. Новости, программы и спецпроекты на нашем сайте. www.tvmy.ru На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Новости, программы и спецпроекты на нашем сайте.